Дорогие друзья, приглашаю вас на свой авторский цикл из трех лекций, который называется «Разнообразие современных птиц и их новая систематика». Мы привыкли пользоваться старой систематикой птиц, которая бытовала еще в конце 20 века. Скажем так, в отношении наших российских птиц все начиналось с гагара и кончалось воробьинами птицами. Но с тех пор прошло 30 с лишним лет и все изменилось. Виной тому молекулярная систематика. Сравнивая ДНК разных птиц, ученые установили, что все не совсем так, как мы когда-то думали. Например, куры оказались близкими родственниками уток и они должны идти вот в перечне современных наших российских птиц сразу вот самыми первыми. А, например, хищные птицы разбились на несколько отрядов. Получилось, что сокола, например, совсем не родственники ястребам и орлам, а родственники, кому бы вы думали, попугаем и воробьиным птицам. И вот, собственно говоря, вот такие интересные моменты выявились в результате молекулярно-генетических исследований птиц. Не все еще гладко и до сих пор наша молекулярная система, которая нынче принята, она не удовлетворяет зоологов старшего поколения, потому что есть кое-какие еще шероховатости. Некоторые отряды явно попали не на свои места, а отряды птиц я имею в виду. И вот, собственно говоря, вот этим новшествам, принимать их, не принимать или как-то относиться к ним скептически, вот и будет посвящен наш цикл из трех лекций. Мы пройдемся по всем птицам, начиная с нелетающих страусов, кончая воробьиными птицами. Ну и заодно посмотрим, каково же современное разнообразие птиц на нашей планете.